Всем привет! Добро пожаловать на канал Пербаков! Сегодня будем готовить омлеты. Я на ваш суд предлагаю 7 вкусных омлетов на завтрак. Омлет это яичница, в которой добавляется молоко, сливки, бульон, крупы, овощи и тому подобное. Для меня главное, чтобы омлет был целым в виде пышного большого блина, а не просто неоднородная масса из яиц. Для вкусного пышного омлета очень важно хорошо взбить яйца, а готовое блюдо необходимо подавать горячим. В основном его готовят на завтрак, хотя многие не против полакомиться им и на ужин. В мире есть несколько видов омлетов, а расскажу я вам о тех, которые любят в нашей семье. Первый омлет это омлет с сыром. Омлет получается с прослойкой сыра, которая не остается на сковороде. А если взять еще сыр моцарелла, то в этой прослойке он будет очень красиво тянуться при разрезании. Для его приготовления необходимо мелко нарезать зелень и натереть сыр на крупной терке. Смешиваем зелень с сыром, это и будет наша прослойка. В чашу взбиваем 2 яйца, для этого очень удобно использовать вилочку. На горячую сковороду с маслом выливаем яичную массу. Солим, перчим. Когда немного омлет схватился, выкладываем нашу начинку. Пока готовится первая половина омлета, в той же чаше взбиваем оставшиеся 2 яйца. И выливаем сверху ровным слоем. Убавляем подогрев, накрываем крышкой и жарим до полуготовности. Омлет уже хорошо схватился, поэтому его легче будет перевернуть. Переворачиваем, накрываем крышкой и отключаем подогрев. Омлет уже готов, так что подготавливаем все к подаче. Омлет получается очень нежным и сытным. А для разнообразия начинку можно делать из сыра и помидоров. Или колбасы и сыра. Следующий омлет готовится со свежим помидором. Очень вкусно сочетаются яйца с жаренными кусочками томата. Помидор добавит сочность и немного сладости с кислотой. Половину помидора нарезаем маленькими кусочками. Другую половину оставляю для подачи. Мелко нарезаем зелень. У меня здесь укроп, петрушка и базилик. Два яйца, соль и перец взбиваем в однородную массу. На горячей сковороде с маслом обжариваем кусочки помидора. Когда помидоры стали мягче и пошел приятный аромат, добавляем яичную смесь. Пока яичная масса не схватилась, поправляем помидоры, чтобы они были распределены равномерно. Присыпаем все зеленью и в это же время взбиваем два оставшихся яйца. Взбитые яйца выливаю сверху и вилочкой притапливаю зелень. Все должно быть хорошо закрыто и запечатано, чтобы вкус зелени и томатов раскрывался внутри. Накрываю крышкой и на слабом огне или подогреве готовим дальше омлет. Готовый омлет выкладываем на тарелку. Он получается очень пышным и нежным. Но так как он очень быстро оседает, поэтому лучше его есть сразу же горячим. Следующий омлет у нас трехслойный. Такой омлет обычно запекают в духовке, но я решила готовить его на сковороде, так как на завтрак специально гореть духовку бывает иногда лень. Слои можно менять на свое усмотрение. Омлет получается очень сытным и красивым. Для начала необходимо мелко нарезать лук и зелень. Для первого слоя взбиваем 2 яйца, лук и сметану. На горячую сковороду с маслом выливаем яичную сметанную массу. Солим и перчим. Накрываем крышкой. Переводим подогрев на мало-средний. Пока готовится первый слой, начинаем замешивать второй. 2 яйца и кетчуп хорошо взбиваем. Так как омлет очень большой и пышный, я переворачиваю его с помощью лопатки и тарелки. Равномерно распределяем слой и накрываем крышкой. Также готовим на мало-среднем огне. Для третьего слоя в чистой чаши смешиваем яйца с зеленью. По желанию третий слой можно приготовить из трех яиц и добавить немного молока, чтобы слой был попышнее и поплотнее. Зелень можно заменить на шпинат и крапиву. Омлет опять переворачиваем с помощью тарелки и выливаем последний слой. Выравниваем его и накрываем крышкой, чтобы все приготовилось. Готовый омлет очень пышный, но на глазах очень быстро оседает. Вот так необычно выглядит омлет. И внешне красивый, и разрез впечатляет. А уж о том, что он очень сытный и говорить не стоит, все-таки 6 яиц. Четвертый омлет готовим с добавлением крупы, а именно овсянки геркулеса. Многие этот омлет называют овсяно-блином. И он относится к рецептам ПП, правильного питания. Для его приготовления необходимо брать геркулес, овсянку, цельную и длительной варки. Для начала необходимо овсянку смешать с яйцами. И отставить в сторону, чтобы она немножечко разбухла. А за это время нарезаем половину авокадо для подачи. На горячей сковороде желательно без масла. Но если у вас плохое антипригарное покрытие, то добавьте немного масла. Обжариваем будущий омлет. На край готового омлета выкладываем сыр, зелень и авокадо. Немного загибаем край и выкладываем на блюдо для подачи. Омлет с добавлением геркулеса получается очень сытным, вкусным и полезным. А авокадо с сыром добавит немного сливочно-орехового вкуса. Следует отметить, что свежие овощи очень хорошо сочетаются с белковой едой. И хорошо способствуют его усвоению. Поэтому старайтесь больше добавлять в еду свежих овощей. Следующий полезный и очень красивый омлет с замороженными овощами. Можно использовать любые овощи собственного приготовления, либо покупную смесь. Для этого хорошо подходят мексиканская и карибская. У меня карибская, где в составе идет морковь, кукуруза, перец, фасоль и горох. Заранее размораживать овощи не надо. В этом омлете никаких слоев не будет. Поэтому все яйца разбиваем в миску, добавляем соль и перец и все хорошо взбиваем. На горячей сковороде с маслом обжариваем овощи. Более крупные разрезаем напополам. В моем случае кукуруза идет початками, поэтому я ее разрезаю на три части. Овощи сильно не обжариваем. Нам необходимо, чтобы они растаяли, немного прогрелись и пустили немного аромата. В подготовленные овощи выливаем яичную смесь. Накрываем крышкой и на слабо-среднем подогреве оставляем готовиться. Когда омлет хорошо уже схватится, мы его переворачиваем с помощью лопатки и тарелки. Омлет уже готов. Мы выключаем подогрев и готовим блюдо к подаче. Очень красивый, яркий и сочный омлет. А благодаря разным овощам он всегда будет по-разному получаться. Но всегда будет оставаться ярким, красивым и сочным. А сейчас я вам расскажу о самом любимом моем омлете. Это омлет крестьянский. Он не такой диетический, как с овсянкой и овощами. Он очень калорийный и очень-очень вкусный. Готовить такой омлет лучше сразу в большом количестве и на большой сковороде, потому что желающих его покушать будет очень много. Чистый картофель нарезаем средними кусочками, желательно тонкими пластинками. Луковицу нарезаем четверть кольцами. Сыр натираем на крупной терке. Зелень мелко нарезаем. У меня это укроп и петрушка. В миску разбиваем яйца, добавляем молоко, соль, перец и все хорошо взбиваем. На горячей сковороде растапливаем сливочное масло. После добавляем лук и обжариваем до полупрозрачности. После добавляем картофель и обжариваем все на слабосреднем огне под крышкой. Готовый картофель в последний раз перемешиваем, выравниваем слой и присыпаем сыром. На сыр выкладываем зелень. И все заливаем яйцами. Накрываем крышкой и на слабосреднем огне готовим, пока не приготовим. А примерно это 8-10 минут. Готовый омлет не переворачиваем, а сразу выкладываем на блюдо для подачи. Хоть и называется этот омлет крестьянским, но для меня он самый-самый. Он очень нежный, вкусный и калорийный. Омлет, конечно, не на каждый день, но побаловать себя иногда такой вкусняшкой можно. Последний омлет очень сильно отличается от предыдущих, так как он сладкий. Из-за содержания сахара он получается очень румяным. А по вкусу немного напоминает сливочное яблочное суфле или пудинг. Для приготовления этого омлета лучше использовать мягкий творог. Яблоко чистим от кожуры и натираем на крупной терке. К яблоку добавляем творог, яйца, сахар, ванилин и щепотку соли. Все хорошо перемешиваем до однородной массы. На горячую сковороду с маслом выливаем яичную смесь. Жарим на слабосреднем огне под закрытой крышкой. Когда омлет немного схватится, переворачиваем с помощью тарелки. После отключаем подогрев и готовим блюдо к подаче. Подавать такой омлет хорошо с кусочками яблока или ягод, со сметаной, карамелью или сгущенкой. Моя подборка омлетов подходит к концу. Ведь всем известно, что залог хорошего и продуктивного дня это вкусный, плотный, сытный завтрак. Омлет отлично для этого подходит. Готовится быстро и просто, а получается божественно вкусно. А какой омлет вы выберете на завтрак, это уже решать вам. Хотя можно приготовить все, но в разные дни. У нас самые любимые омлеты с сыром, овощами и крестьянские. А какие омлеты предпочитаете вы? Напишите в комментарии. А я благодарю вас за внимание. Спасибо, что были со мной. Пишите комментарии, ставьте класс, подписывайтесь. И как всегда, я вам желаю всего самого наилучшего и вкусных, сытных завтраков вам на кухне.